Итак, добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы с вами проводим вебинар «Формирование регулятивных навыков на уроках литературного чтения и окружающего мира в начальной школе средствами мобильного и электронного образования». Уважаемые коллеги, начну вебинар я. Меня зовут Кравцова Светлана Александровна. Я доцент кафедры педагогики и психологии Института повышения квалификации города Тамбова, кандидат психологических наук. Если меня слышно и видно, поставьте, пожалуйста, плюсик. Спасибо. Спасибо, уважаемые коллеги. Итак, мы с вами начинаем работать. Еще раз тема вебинара. «Формирование регулятивных навыков на уроках литературного чтения и окружающего мира в начальной школе средствами цифровой образовательной среды, мобильное и электронное образование». Итак, уважаемые коллеги, с 1 сентября 2022 года все первые и пятые классы Российской Федерации начали обучение по обновленным государственным образовательным стандартам. Переход на обновленные стандарты проходит поэтапно. В основе стандартов лежит темно-деятельностный подход. Принцип деятельности заключается в том, что ученик получает знания не в готовом виде, а добывает их сам. Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает требования к результатам освоения программы. И вот одна из самых болевых точек учителя – это формирование регулятивных универсальных учебных действий. Обратите внимание, на слайде здесь планируемые результаты предметные, метапредметные и личностные результаты. Так вот, формирование регулятивных универсальных учебных действий относится к метапредметным результатам. Ну, в принципе, это и предмет нашего разговора. Регулятивные умения обеспечивают владение ключевыми компетенциями, составляющие основу умения учиться и метапредметными понятиями. Они обеспечивают организацию своей учебной деятельности, то есть организацию своей работы и в классе при работе с учителем, при работе самостоятельно и дома. Итак, что же они из себя представляют? Как бы составляющие регулятивных универсальных учебных действий. Это умение определять цели, умение планировать свою деятельность, это контролировать свою деятельность, умение оценивать выполнение какой-то задачи, правильность выполнения задачи и владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Вот я хотела бы, уважаемые коллеги, обратиться сейчас к вам. Первая составляющая регулятивных навыков, а все составляющие формируются каждый день на каждом уроке, так вот первая составляющая – это целеполагание. Подумайте, пожалуйста, должен ли ребенок, ученик начальных классов определять цель урока, определять и называть цель урока? Если должен, поставьте плюс. Если вы считаете, что нет, не должен, поставьте минус. То есть вопрос, должен ли ученик начальных классов называть цель урока? Определять и называть цель урока. Ну вот вопрос, конечно, хороший, и стоят одни плюсики. Спасибо, спасибо вам большое, уважаемые коллеги. Стоят плюсики у вас, ни одного минуса я сейчас не вижу. Ну, итак, определение цели урока. Вот, коллеги, предшествует этому момент актуализации знаний. То есть когда ребенок на уроке вместе с учителем повторяет, готовится к открытию новой темы, то есть он повторяет то, что он уже знает, он встречается с проблемой, которую сегодня надо решить. То есть вот это он не знает, и на этом уроке нужно открыть знания, открыть новые знания. Может быть, не совсем целесообразно ребенку задавать вопрос, какой будет цель сегодняшнего урока? Потому что, по сути, это формальные вещи. Целеполагание – это то, что ребенок хочет узнать, и то, чему он научится на уроке. И не лучше ли, если ребенок на уроке будет вам говорить, сегодня на уроке мы узнаем, сегодня мы научимся конкретно не определять цель урока, по сути, это одно и то же, но только мы уходим с вами от формализма. То есть достаточно ребенку на уроке сказать, что сегодня на уроке мы обладеем каким-то способом, и не какой будет цель, а чему мы научимся на сегодняшнем уроке. Вот за каждым из этих слов стоит большой смысл. Учитель должен представлять, на что обратить внимание. Обязательно ли фиксация цели и полагания на уроке? То есть вполне достаточно спросить, чему мы сегодня научимся на уроке. Это как раз момент цели и полагания. Если ребенок вам скажет, то есть чем он овладеет, к чему он пойдет, вот к концу урока, на какой результат пойдет, и этого уже будет достаточно. Следующий этап – это планирование учебной деятельности. То есть умение принимать и сохранять учебную задачу, умение планировать. Вот если ребенок научится планировать учебную задачу, то он будет и планировать домашнюю работу. То есть найти, открыть учебник, понять, что надо сделать. Это та база, с которой он пойдет дальше по жизни, с чем он пойдет по жизни. Это очень важно. То есть ребенок должен сам учиться планировать свою деятельность. Регулятивные универсальные учебные действия. Следующий этап – это прогнозирование. Ну, например, значит, что из себя представляет прогнозирование? С этим мы сталкиваемся на каждом уроке. Например, при работе над проектом. Что удобнее, например, таблицы или диаграмма? Какой способ выбрать? Что еще относится к прогнозированию? Это, например, заголовок. Прочитали по литературному чтению заголовок. А дальше стоит вопрос. О чем это произведение? Как вы думаете, о чем это произведение? И ребенок как бы предполагает высказывать свои мысли. Это и есть прогнозирование. Допустим, здесь еще можно задать вопрос, почему земляника получил такое название? Почему надо соблюдать правила дорожного движения? И так далее. Следующий этап – это контроль. Следующий этап – это контроль. Это соотнесение способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонения. То есть, если нашел ошибку, то надо ее исправить самому, может быть, по алгоритму. То есть, не надо детям указывать на конкретную ошибку. В идеале ребенок должен находить ошибку сам. Цель контроля – это самостоятельно найти место и причину ошибки. И, конечно, вот здесь вот надо учителю избегать там плюсики, минусы, различные смайлики. Вот смайлики – это не контроль. Контроль – это когда ребенок сам находит ошибку и сам находит ошибку и ее устраняет. Коррекция – это корректировать. Умение находить ошибку, корректировать. Следующий этап – это у нас идет самооценка. То есть, умение ребенка оценивать себя. По поводу оценки. Вот некоторые учителя еще, к сожалению, практикуют такие вопросы на уроке при работе с детьми. Кому было интересно сегодня на уроке, там, поставьте или поднимите какую-то фишку и так далее. Конечно, избегать необходимых таких вопросов. При оценивании желательно задавать вопрос, что нового узнал, чему научился на уроке, что у тебя уже сегодня получилось, что пока тебе не удалось и так далее. И дальше идет у нас саморегуляция. Саморегуляция – способность мобилизовать силы и энергии к влевому усилию. То есть, учитель должен делать не за ребенка, а вместе с ребенком. То есть, направлять действия ребенка. В современном мире невозможно представить получение результатов без цифровых инструментов. Использование электронных ресурсов у нас предусмотрено в стандартах. То есть, наша вся жизнь становится цифровой. И задача образования – вести детей в контекст современной жизни. Помочь ребенку овладеть универсальными учебными действиями с помощью цифровых инструментов – это на данный момент одна из главных задач учителя. И вот сейчас я передаю слово учителю начальных классов школы Сколково-Тамбов, Пеняскиной, Дарье Юрьевне. Дарья Юрьевна представит возможности цифровой образовательной среды мобильно-электронное образование по формированию регулятивных универсальных учебных действий. Дарья Юрьевна, можно? Добрый день, уважаемые коллеги. Рада вас приветствовать на нашем вебинаре. Сегодня хотела бы прогуляться с вами по платформе мобильно-электронное образование и рассмотреть те задания, которые помогут учителю в формировании регулятивных универсальных учебных действий. Поэтому сейчас я предлагаю нам перейти на платформу. Так, поставьте, пожалуйста, Люся, видно ли экран мой? Спасибо большое. Итак, система мобильно-электронное образование довольно объемная, прекрасная система, которая позволяет учителю использовать полноценно весь ее ресурс. Для того, чтобы попасть на платформу, я не буду очень долго на этом останавливаться, мы с вами воспользуемся цифровым образовательным контентом и через свой аккаунт попадаем на страницу платформы. Здесь у нас есть библиотека курсов, которая позволяет нам увидеть все предметы, которые будут нужны учителю. Добавить себе курс можно тоже в цифровом образовательном контенте. Тоже подробно, долго не буду здесь останавливаться. Если будут вопросы у вас какие-то, задавайте их, пожалуйста, вкладку «Вопросы», и в конце вебинара я на них отвечу. Сегодня мы с вами говорим о регулятивных универсальных учебных действиях на уроке окружающего мира и литературного чтения. И начнем мы, конечно, с цели полагания. Для этого перейдем в занятие «Девять мир животных», интернет-урок «Безопасность при встрече с животными». Прежде чем перейти к целеполаганию, немножечко остановлюсь на структуре самого урока. Обратите внимание, что вы видите здесь с правой стороны ключевой вопрос, то есть это основной вопрос, на который должны ответить дети в ходе урока. Он же, конечно, и помогает нам понять цель нашего урока, да, и ребенку помогает понять то, что он должен будет узнать в ходе урока. Ключевой вопрос учитель может использовать на любом этапе урока, может в конце его взять, может в середине на свое усмотрение. Итак, интернет-урок у нас состоит из разных этапов, которые полностью соответствуют стандартным этапам урока. Актуализация знаний вспоминаем, затем рассматриваем, рассказываем, узнаем новое, обратите внимание, как много разных ярких, интересных заданий, медиатека, задания с открытым ответом, задания тренажеры. Вот, например, да, задания тренажеры, прямо на секундочку остановлюсь, держусь на них. Для того, чтобы ребенок мог проверить себя, он выбирает нужный ответ и нажимает на галочку. Если он видит такую надпись «Попробуй еще раз», значит, задание выполнено неверно. Можно еще раз обновить и попробовать другой вариант. Таким образом, опускаясь до конца урока, мы видим с вами тренировочное задание, задание «Проверь себя» как итог самого урока. И вот опять наш ключевой вопрос, к которому мы возвращаемся с вами, для того, чтобы успешно на него ответить. Итак, вернусь немножечко в начало. Обратите внимание, что тема урока «Безопасность при встрече с животными». Начинается урок с актуализации знаний, рассматриваем изображение, вспоминаем, что у нас есть группы животных, домашние и дикие, распределяем их в тренажере по группам. То есть мы готовимся к тому, чтобы поставить перед собой какую-то цель. Вообще, цель и полагание, мы его увидим с вами на любом уроке, но как учитель к этому подойдет, каким образом, какое задание он будет использовать, каким образом он подведет ребенка к тому, чтобы он увидел эту цель перед собой, все зависит от мастерства учителя. В данном уроке мне очень понравился вариант, понравился в правом блоке нашего интернет-урока. Обратите внимание, что в правом блоке интернет-урока это дополнительные задания, которые либо расширяют материал основного блока, либо помогают для его усвоения. Вот посмотрите, какое интересное задание я нашла. «Рассмотри рисунок и реши задачку». Вот такой вот яркий, интересный рисунок. Когда на тропинку неожиданно вышел медведь, дети поступили так. Валера Воронин залез на дерево и замаскировался под лист. Юля Рыбникова нырнула в воду и забилась под корягу. Саша Дорохов упал, где стоял, прикрыл глаза и уши, заткнул рот и нос. Отважная Соня Шумахер достала из рюкзака половник и пыталась им попасть медведю между глаз. Иван Мозговой замер на месте, чтобы не пугать и не раздражать медведя. Кто из ребят поступил правильно? Смогут дети ответить сразу на этот вопрос? Да мне кажется, и не каждый взрослый, наверное, сразу найдет на него ответ. То есть сразу у детей возникает проблемная ситуация и сразу уже появляется цель. Что же им надо узнать в ходе урока? Да как защищаться от диких животных? Какой же вариант из представленных здесь является правильным? Будут споры, будут какие-то сомнения, доказательства. Но в результате урока дети на этот вопрос обязательно должны найти ответ. Так, давайте вернемся и рассмотрим с вами еще несколько вариантов заданий, которые нам помогут при целеполагании. Коллеги, видно мою презентацию? Отметьте, пожалуйста, поставьте плюсик или минус. И так, если мы с вами посмотрим еще на некоторые уроки, например, возьмем третий класс. То есть то, что мы с вами рассматривали сейчас, это был первый класс, обратите внимание. Посмотрим третий класс. Занятие здоровья, строения тела человека. Сравниваем и проверяем гипотезу. Тело человека – это сложная система, которая развивается и изменяется в течение всей жизни человека. Необходимо поддерживать и укреплять общее здоровье организма. И вопрос, для чего тебе нужно знать, как устроен и работает организм человека? То есть здесь уже есть подсказка, что ребенок узнает, как устроен и работает организм человека. Но цель не просто узнать, а понимать, для чего этому и это ему нужно. То есть у нас подключается здесь функциональная грамотность. То есть не просто знать, мало знать, надо уметь применять эти знания. Вот этот вопрос нам в этом прекрасно поможет. Еще один вариант из первого класса. Занятие «Мой дом. Интернет. Урок. Откуда приходит газ, вода и электричество». Рассмотри рисунки, подумай, нужна ли в доме вода, газ и электричество. Почему ты так думаешь? То есть вот опять, да, у нас цель какая – узнать, нужны ли в доме вода, газ и электричество, для чего они нужны. Ну и, соответственно, уже мы придем к теме урок, откуда они к нам приходят. Это был окружающий мир. Давайте с вами рассмотрим вариант с литературным чтением. Первый класс занятия «Один. Жили-были буквы», на котором будет рассматриваться произведение Ирины Пивоваровой «Загадочные буквы». И сразу мы начинаем задание «Зашифрованное слово. Прочитай слово, о чем мы будем говорить сегодня на уроке». Естественно, дети понимают, что они будут говорить о алфавите. А что же о нем конкретно говорить? Да, что же подразумевать будет в себе этот урок? Чему должны будут дети научиться? Они здесь могут как раз и предположить, что же нового они узнают об алфавите, чего они еще о нем не знали. Второй класс. Наши любимые русские писатели. Иван Андреевич Крылов, Стрекоза и Муравей. Начинается у нас урок с актуализации знаний. Вспомни, что такое басня, и кого называют баснописцем. Расскажи, что высмеивается в басне. Объясни, что такое мораль. И дальше, посмотрите, уже идет и сразу самоконтроль. Теперь проверь свои знания и, если необходимо, внеси исправление. То есть дети вспоминают, что они знают про басню, про баснописцев. Затем проверяют свой ответ и приходят к выводу, все ли они знают хорошо или есть какие-то пробелы, которые нужно будет устранить. Если есть пробелы, естественно, они придут к выводу, что на уроке они их устранят. Если они ответили на вопросы правильно, то цель урока будет какая? Наверное, они что-то еще новое узнают и про басни, и про баснописцев, и, может быть, про произведения известных баснописцев. Цель будет поставлена. Третий класс. Люби животных. Интернет-урок 2. Саша Черный. Стихи о животных. То же самое. Начинается урок с вопроса «Как называется наше интернет-занятие? Почему важны эти слова? Все ли люди умеют любить живое? И почему ты так думаешь? Почему нужно любить живое? Почему важны эти слова? Опять, что же можно узнать на уроке с таким названием? Ну, конечно, скорее всего, если это литературное чтение, то будет какое-то произведение о животных, в котором будет говориться о любви к животным, о том, как надо о них заботиться, как их защищать и так далее. Следующий этап – планирование. Ну, конечно, планирование есть на каждом уроке, потому что сам урок построен по плану, каждый его этап продуман, структурирован и так далее. Но я постаралась выделить отдельные задания, которые помогут нам научить ребенка не только планировать, но и действовать по плану, потому что это тоже очень важно и не у всех всегда получается. Окружающий мир опять с вами рассматриваем. Первый класс – занятие «Мир животных», с которого мы с вами начали сегодняшний разговор – безопасность при встрече с животными. Придумай свои знаки безопасного поведения при встрече с животными. Подумай, какой формы они будут. Ну, казалось бы, придумай знаки, подумай, но все же это надо спланировать. Во-первых, о каких животных пойдет речь? Во-вторых, какое безопасное поведение в этих знаках должно быть отражено? В-третьих, какой же формы они будут? Что каждая из форм обозначает? Ну, и в-четвертых, соответственно, уже распределить, расположить, чтобы все это красиво и грамотно смотрелось. Третий класс – занятие «Сообщество», интернет-урок 2 «Лук», «Царство цветов и насекомых». «Составь рассказ о растениях луга по плану». Вот он умение действовать по плану. Четыре пункта, следуя которым, нужно составить рассказ о любом из растений. Далее, из этого же урока задание с открытым ответом. Воспользуйся книгами из библиотеки или интернетом и подбери информацию о лекарственных луговых растениях. Свою работу можешь делать по плану. Опять три пункта плана. И подготовь презентацию и прикрепи ее. Помимо того, что работу мы делаем по плану, название растений, изображение, какими свойствами обладает. Для того, чтобы подготовить презентацию, опять-таки, нужно распланировать, что будет где, на каком слайде, с чего начнется презентация, чем закончится, чем она будет полезна, как она будет, в конце концов, выглядеть. Здесь же у нас и прогнозирование подключается. То есть, конечный результат ребенок должен уже себе заранее каким-то образом представлять. Четвертый класс. «Природные зоны России». Интернет. Урок 7. У теплого моря. «Подготовься к устному рассказу о природе субтропиков. Составь письменный план своего рассказа. Подумай, для каких пунктов плана тебе понадобится привести собственные примеры. Составь список таких примеров. Довольно объемное задание. Помимо того, что подготовиться к рассказу, надо еще составить его план, еще и каждый пункт рассмотреть и привести для определенных пунктов свои примеры». То есть, здесь такая трудная работа, которая требует от ребенка не только умения планировать, но и владения другими регулятивными универсальными учебными действиями, начиная с саморегуляции, контроля, прогнозирования и так далее. То есть, нет, наверное, такого задания, которое шло бы именно на отработку какого-то одного вида универсального учебного действия, регулятивного. потому что в любом случае мы подключаем, наверное, практически все, да? Ну, два-три обязательно. Поэтому те задания, которые я вам показываю, приводя пример, например, на планирование или на прогнозирование, нельзя рассматривать это задание однобоко, то есть только с одной стороны. Нужно уметь увидеть в нем все перспективы, которые мы можем использовать с вами на уроке. Следующий этап планирования, но уже на примере литературного чтения. Первый класс, занятие 8, а брать их наших меньших. Ирина Пивоварова «Жила-была собака». Представь, что ты встретил огромную рыжую собаку из стихотворения Ирины Пивоваровой. Возьми интервью у собаки, разузнай, как ей живется, придумай 3-5 вопросов и предположи, что тебе ответит собака. Запиши интервью. То есть опять, прежде чем взять интервью, ребенок должен в голове у себя или на листе бумаги, или в тетради построить план. С чего он начнет? Он представит себе эту собаку. Он подумает, что ему хочется у нее узнать, чтобы разузнать, как ей живется, какие лучше вопросы ей задать, чтобы получить наиболее точные и полные ответы. Ну и, соответственно, потом это интервью еще и записать. И здесь слово интервью у нас выделено синим цветом ярко, то есть это будет подсказка, что же такое интервью, если дети вдруг не знают, тем более, что это первый класс. Второй класс. Занятие писателей детям. Интернет-урок 4. Стихотворение Агнии Барто. Раздели стихотворение и веревочка на части, а заглавь каждую часть, используй стихотворные строки и составь план. То есть тоже умение составлять план и действовать по плану. Третий класс. Рассказ для детей. Рассказы Михаила Зощенко. Золотые слова. Великие путешественники. Составь план рассказа. Ну, таких заданий в литературном чтении, естественно, мы встретим с вами много. И здесь еще есть и памятка. Как составить план текста. Подробная памятка. Если, например, требуется пересказ, то там обязательно будет памятка о плане пересказа. Если, например, пересказ от лица кого-то из героев, обязательно будет памятка, как составить пересказ от лица одного героя. То есть вот в этом плане платформа мобильно-электронное образование является очень хорошим помощником. Очень много памяток, которые придут учителю в помощь. Следующий этап – прогнозирование. Прогнозирование – это умение не только предвосхитить результат, который будет, но и предусмотреть ситуацию, которая может привести к тому или иному результату. Ну вот, например, первый класс мы возьмем с вами окружающий мир, занятие «Моя семья». Интернет-урок «Правила личной гигиены». Почему нужно соблюдать правила личной гигиены? Расскажи, что произойдет, если не выполнять эти правила. То есть здесь у нас целеполагание, для чего нужно соблюдать эти правила. И опять ребенок должен спрогнозировать ситуацию, то есть предвосхитить результат, увидеть, что же будет, если эти правила не будут выполняться. Для чего это важно? Именно вот это прогнозирование поможет ему более точно понять цель урока и постараться, конечно же, сделать все возможное, чтобы этой цели достичь. Еще одно занятие с первого класса, занятие «Мой дом». Интернет-урок «Откуда приходит газ, вода, электричество». Мы с вами начинали целеполагание этого урока с вопроса. И вот как раз ответ на ключевой вопрос. Он тоже и покажет, пришли ли дети к цели и, соответственно, поможет им спрогнозировать. Представь, что в домах нет электричества, газа и воды. И какой станет тогда наша жизнь? Расскажи, зачем они нужны. Тоже дети прогнозируют ситуацию, что же будет без газа, воды, электричества. Соответственно, приходят к выводу, для чего же эти чудесные вещества нам в жизни пригодятся. Дальше прогнозирование на уроках литературного чтения. Первый класс. Опять занятие «Загадочные буквы». Попробуй угадать пропущенные буквы и вставь их в окошко. Смог бы ты узнать буквы без картинки? То есть вспомните, что у нас начинался урок с цели полагания, с задания, со словом «алфавит». То есть что дети на уроке будут говорить об алфавите. Что же они интересного о нем еще узнают? И вот мы перешли к произведению «Загадочные буквы». И, пожалуйста, прогнозирование. Смогут ли дети угадать буквы, если не будет картинок? Может быть, кто-то скажет, что сможет. А может быть, кто-то скажет, что не сможет. А если вы не сможете, то почему? В чем возникнет трудность? Из-за чего она у вас появится? А если вы сможете без картинок справиться, значит, что вы знаете из того, что не знают те, кто сомневается в своих силах? То есть благодаря вот этому прогнозу дети опять поставят перед собой и цели, и задачи на предстоящий урок. Третий класс. Занятие рассказа для детей. Николай Носов. Федина задача. Главный герой рассказа Носова забыл известную русскую пословицу, предположив, в какой ситуации он оказался. В интернет-уроке это задание предвосхищает набор пословиц, среди которых дети выбирают одну. Дело – время, а потехе – час. Именно эту пословицу забыл Федя. И детям предлагается предположить, в какой же ситуации он оказался, что же с ним произошло, и чем эта пословица, как она связана вообще с ситуацией, которая будет говорить с произведением. То есть опять дети прогнозируют, представляют себе то, о чем пойдет речь в новом для них произведении. Третий класс. Занятие любви живое. Соколов, Микитов, Листопадничек. Рассмотри иллюстрации к произведениям писателя. Предположи, о чем писал автор, какая тема его волновала, как он относился к природе, о чем говорят рисунки художника Никольского. То есть рассматривая рисунки, еще не знакомясь с автором, еще не зная его произведения, и дети уже могут предположить, о чем этот автор писал, как он относился к природе. Понятное дело, что о природе, о дикой природе, возможно, о том, что он относился бережно и с любовью, раз с таким трепетом изображены животные на этих картинках. Значит, произведение обязательно будет интересно, учитывая еще то, что занятие это называется «Люби живое». И предварительно на уроке, который был до этого, дети уже ответили на вопрос, почему так называется именно блок этих занятий «Люби живое», о чем будут произведения в этих интернет-уроках. И данное задание как раз-таки еще раз подтверждает, что на прошлом уроке, на прошлом занятии дети ответили верно. Следующий этап – контроль и коррекция. Я их объединила в один, потому что, естественно, если дети контролируют свою деятельность и видят в ней отклонение от эталона, ошибки, то, естественно, они будут их корректировать и пытаться исправить. Итак, здесь давайте рассмотрим с вами в окружающем мире третий класс занятия сообщества, интернет-урок «Царство цветов и насекомых». Маша составляла правила поведения на лугу. Какое правило она составила? Неверно и почему? То есть среди предложенных правил, так называемого эталона, нужно найти отклонение, то есть ошибку. Ну и, соответственно, откорректировать Машину правила и ответить на вопрос, почему же вы выбрали именно то правило, на котором остановились. Почему оно неверное? Четвертый класс. «Природные зоны России. Интернет-урок 7. Утеплого моря». Укажи, какое утверждение о природе российских субтропиков содержит ошибку. Отвечая на данный вопрос, можно себя сразу же здесь и проверить. Если, так как это тренажер, мы с вами уже смотрели, как они работают, если задание будет выполнено неверно, то ребенку будет предоставлена возможность еще раз его выполнить, подумав как следует и приняв нужное решение, найти свою ошибку, допущенную здесь. Вообще все задания, которые выведены именно в виде тренажеров, они отрабатывают и контроль, и коррекцию в любом случае, потому что дети обязательно себя проверят, проконтролируют, верно ли они выполнили задание тренажера. И если это неверно, то, естественно, им захочется исправить свою ошибку для того, чтобы все было верно и хорошо. Следующий контроль и коррекция на уроках литературного чтения. Первый класс. Произведения русских писателей. Лев Николаевич Толстой. Лев и Мышь. И здесь я взяла задание из тренажеров, которые у нас есть в конце урока. Мы с вами их видели. Это два тренировочных теста. И проверь себя. Ну и естественно, что урок заканчивается тем, что дети проверяют уровень усвоения знаний на данном уроке. И именно вот эти тренировочные тесты и проверь себя является прекрасным контролем знаний, полученных на уроке. Третий класс. Занятие «Один. Наши наследия. Интернет-рок 2. Сказки народов России». Выбери знак «плюс», если утверждение верно, и знак «минус», если утверждение неверно. То есть опять, выполняя данный тренажер, дети проверяют свои знания, проверяют, верно ли они сделали, и, соответственно, если нет, проводят корректировку своего выполнения этого задания. Следующий этап – это оценка. Естественно, что оценка у нас идет на любом уроке, причем не обязательно она будет в виде отметки. Оценка может быть, во-первых, на разных этапах урока, абсолютно на любом, начиная с устной оценки и заканчивая оценкой по каким-то определенным критериям. Но здесь вот мне захотелось остановиться подробнее именно на уроке литературного чтения. Уж очень мне понравились тоже здесь задания. Первый класс. Занятие 8. Твердые и мягкие согласные звуки. Способ обозначения твердого и мягкого согласного звука на письме. Интернет-урок. Буква «мягкий знак. Показатель мягкости предшествующих согласных звуков». «Рассмотри, как пишется печатная буква. Мягкий знак. Попробуй написать ее в своей тетради несколько раз. Оцени свою работу». Пожалуйста, да? То есть ребенок написал, напечатал ее в тетради или написал, в данном случае печатная, да, напечатал, и затем ему предлагают оценить свою работу. Но здесь уже как он ее будет оценивать, зависит от того, как выстраивает свою работу учитель. Может быть, он подчеркнет самую красивую букву, посмотрит, сколько их у него получилось. Может быть, учитель будет использовать какие-то другие варианты. Мы, например, в первом классе знаем, что у нас безотметочная система. Но, например, мы в первом классе используем шкалу успеха, которая работает по определенным критериям. Это может быть аккуратность, может быть правильность, каллиграфия и так далее. В данном случае ребенок может на полях построить эту шкалу и поставить крестик там, где он считает нужным. Если он ставит крестик наверху, значит, задание, по его мнению, выполнено хорошо, замечательно, он с ним отлично справился. Если что-то его не устраивает, значит, он крестик поставит чуть пониже. И затем учитель сможет тоже на этой же шкале поставить уже свой вариант. Заодно ученика посмотрит, насколько он адекватно себя оценивает, согласен ли учитель с самооценкой этого ребенка. Далее, первый класс. Опять занятие «Жили-были-буквы». Интернет-урок 1 «Живая азбука». Подготовь выразительное чтение стихотворения «Живая азбука». При подготовке к чтению пользуйся памяткой. Проверь себя, используя таблицу. То есть помимо контроля, проверь себя, еще и, соответственно, ребенок сможет оценить, насколько правильно он выполнил задание, насколько выразительно он прочитал. Во-первых, есть памятка, опять-таки, подробная. Обратите внимание, что в первом классе, так как дети еще не обязаны хорошо уметь читать, особенно по началу, то каждое задание сопровождается голосовым помощником. Но, естественно, когда уже идут уроки литературного чтения, конечно, уже дети овладевают навыком чтения в лучшей степени, в большей степени. И обратите внимание, что таблица здесь дана для проверки. Это критерии, по которым ребенок будет себя оценивать. В данном случае плюсом или минусом. Первый класс у нас. Я читал без ошибок, я соблюдал при чтении знаки препинания, я выделял голосом слова, на которые падает логическое ударение, я выбрал правильный темп чтения. И затем уже по наличию плюсов и минусов ребенок увидит, насколько хорошо он справился с заданием и сможет оценить свою работу. Может быть, она ему не очень понравится, значит, в следующий раз он постарается еще лучше. Дальше у нас идет с вами саморегуляция. Но вот именно этот навык саморегуляции, мне кажется, он сопровождает ребенка везде и всюду, начиная с того, что он поставил цель и смотивировал себя на получение знаний, и заканчивая абсолютно любым тренажером. Ему хочется с ним справиться, справиться успешно с первого раза. То есть у него уже есть цель, он уже мобилизовал свои силы для того, чтобы быть успешным учеником и справляться с теми заданиями, которые ему предстоят. Поэтому вот здесь мне захотелось выделить отдельной графой именно рефлексию. У нас среди регулятивных универсальных учебных действий, конечно, нет такого пункта, потому что рефлексия, она объединяет в себе очень много регулятивных универсальных учебных действий. Глубина рефлексии зависит от уровня самоконтроля ребенка. Цель рефлексии – вспомнить, выявить и осознать основные компоненты деятельности, ее типы, способы, проблемы, пути их решения, получаемые результаты и так далее. И опять-таки она может осуществляться на любом этапе урока. Давайте рассмотрим некоторые виды, которые я нашла на платформе мобильное и электронное образование. Они замечательные, они прекрасные, ими можно пользоваться учителю обязательно на уроках. На уроке окружающего мира. Первый класс. То есть мы уже с первого класса учим ребенка именно осуществлять рефлексию, видеть, что он сделал хорошо, что у него не получилось, над чем ему еще нужно поработать, каким выводом он придет по результату своей деятельности в конце урока. Опять-таки мы возвращаемся к тому уроку, с которого начали, «Безопасность при встрече с животными». И здесь обратите внимание, нам авторы платформы предлагают целых три вида рефлексии. Рефлексия настроения, рефлексия деятельности и рефлексия содержания учебного материала. По настроению. Рассмотри иллюстрации, с каким животным и почему ты бы сравнил себя после изучения темы мира животных. Это вот как раз замена тому, о чем говорила Светлана Александровна. Вопрос, интересно ли вам было на уроке. А вот в данном случае, выбрав определенного животного, ребенок как бы покажет, и было ли ему интересно, и был ли он увлечен, ну и, соответственно, доволен ли он результатом урока, который он получил. Следующий рефлексия деятельности. Представь, что у тебя хотят взять интервью. Прочитай вопросы, подумай, как ты на них ответишь. И вопросы, да, связанные именно с темой и целью урока. Что нового ты узнала о животных и за что можешь себя похвалить? То есть какую деятельность ребенок провел на уроке? Да, работал ли он, узнал ли он что-то новое? Что он сделал на этом уроке такого, чего он добился? Чем он может гордиться, за что он может себя похвалить и чем он может быть доволен? И третий вид содержания учебного материала. Какие знания, полученные на занятиях в мире животных, тебе пригодятся? Очень хороший вопрос, кстати, да. И какие знания, полученные на занятиях, пригодятся тебе в жизни? Именно в жизни, да, опять у нас функциональная грамотность. Какие знания ребенок сможет использовать в повседневной жизни? Может быть, в каких именно ситуациях он будет их использовать? Можно задать вопросы и поподробнее на этом остановиться, если позволяет время. То есть тем самым мы увидим, было ли полезно ребенку содержание учебного материала? И понял ли он, для чего, с какой целью он это содержание, целый урок осваивал и знания свои получал? И еще один слайд у нас. Рефлексия на уроках литературного чтения. Здесь я взяла четвертый класс. Занятие «Предание старины глубокой», интернет-урок 3, житие, жанр древнерусской литературы, житие Сергея Радонежского. Здесь у нас рефлексия такого вида. Раньше в сундуках хранили ценные вещи. А какие знания, полученные на занятии «Предание старины глубокой», ты бы хотел сохранить на долгие годы? То есть здесь у нас именно идет сопоставление наших знаний ценностям, да, что каждое полученное знание – это большая ценность, которую нужно долго хранить и обязательно не в сундук закрывать, да, а использовать в своей жизни. Не спрятали ее в сундук, закрыли под замок. Обратите внимание, что сундук открытый. Мы его открываем и с удовольствием этими знаниями, этими ценностями в жизни пользуемся. Дальше занятие 11 «Страна фантазии», произведение Кир Булычева «Приключения Алисы». Ты закончил изучать занятия «Природа и мы». То есть это рефлексия не по итогу именно конкретного интернет-урока, а по итогу всего занятия «Страна фантазии», в которое входит несколько интернет-уроков. Ответь на наши вопросы. Обратите внимание, что здесь основные ключевые слова выделены «Интерес, творчество, обучение, главное», которые по первым буквам аббревиатуры дадут нам слово «Итог». То есть итог наших полученных знаний по результатам целого занятия. Что показалось тебе наиболее интересным в этом занятии, какие творческие задания ты выполнял, чему ты научился и что показалось тебе самым важным. То есть мы не просто получаем знания, у нас есть и обучение, и творчество, и интерес, и обязательно что-то главное, основное мы выделяем, что мы для себя взяли. И занятие 8 «Природа и мы» с произведения «Стафьева, Стрижонок, Скрип». Опять здесь у нас идет рефлексия по результату всего занятия 8, не только одного интернет-урока, а всего занятия. Завершилось занятие «Страна природы и мы». Продолжи предложение, чтобы оценить свою работу. Теперь я знаю, лучше всего мне удалось в своей работе, я бы хотел изменить. То есть опять мы можем отследить, что ребенок узнал, что у него получилось лучше всего, над чем ему еще нужно поработать и так далее. Итак, коллеги, мы с вами рассмотрели разные задания на основании совершенно разных видов регулятивных универсальных действий. Конечно, это только малая часть того, что вы можете найти на платформе. Поработав с ней, поискав как следует, рассмотрев разные виды занятий, вы найдете для себя очень и очень много интересного. То, что вы сможете использовать на любом, наверное, своем уроке для того, чтобы ваши ученики были успешными, чтобы ваши ученики были творческими, ну и чтобы ваша деятельность тоже была творческой и успешной. Коллеги, у меня все, спасибо большое за внимание. Есть ли у вас ко мне вопросы? Потом камеру выключить. Так, вопросов нет. Уважаемые коллеги, мы благодарим за выступление Дарьи Юрьевны. Спасибо большое. Дарьи Юрьевны. Можно сегодня задать, можно оставить на завтра. Можно завтра. Итак, коллеги, спасибо вам большое. Я смотрю вопросы. Вопросов больше нет. Тогда мы с вами расстаемся до завтра. Всего вам доброго. Спасибо. Спасибо.